гуляка мы всю неделю как у нас красиво в парке людей кстати нет детские площадки перекрыты 6 7 4 до анютка 6 числа запрещено будет ходить и в парке и лица младше 20 лет запрещено выходить на улицу ну да те кто родился после 1 января 2000 года запрещено выходить на улицу погода просто бог им решили сегодня выйти в парк людей вообще ноль ну там далеке он один да ну очень мало парке он опечатаны нельзя ну и правильно а то на прошлой неделе анютка почти всю неделю просидела дома домой котенок вы проветривали но все равно это не то решили сегодня выйти потому что у нас уже на украине более тысячи заболевших скорее всего карантин то 6 апреля будут его ужесточать и будет ужесточать еще так что гуляем по же анютка лень как красиво погода шикарная градусов 12 тепла все весна карантин ну ничего страшного главное чтобы все были здоровы мы сейчас подышим воздухом и решили с анютка сегодня устроить расхламление донят на кухне где мы будем убирать сегодня еще один каких шкафчиках ну на кухне а еще кроме кухни в моем шкафу я хоть там две недели убирала и тут две недели назад убирала но мы все красиво сделаем вещи которые малы анютки анютка уже все разобрала игрушек там два ящика огромных в общем будем наводить порядок вот эти вещи не вмещаются вот эти вещи вот я убирала еще и там вещи были остались хорошие я вот ненужные я их убрала и забрала и ванна в общем будем заниматься мы в их на выходных а он человек идет будем заниматься уборкой донятка помощница моя везде так друзья начинаем и наше расхламление на кухне правильно анютка начинаем мы с моих ящиков приправ как вы видите приправа у меня миллион они у меня как бы они у меня как бы в принципе рассортированы вот этот ящик сладко для сладкого вот этот но как бы хочется все переподят видите такой бардак в этом ящике потому что это то чем я пользуюсь постоянно то есть до 6 перец лавровый лист я последний ящик открываю достаю в общем да ну как тут все все приправы хорошие да ну просто что нужно немножко их упорядочить плюс у нас еще с турции целый пакет оладиков и пудингов хочу в такие лоточки разложить и еще у меня специи приправы до которые я много я с польши привозила я их хранила вот так вот в шкафе в шкафу в пакете не раскладывала в эти ящики но сейчас хочу чтобы у меня не было вот этих пакетов вообще мы рассортируем приправы сладкие не сладкие начатые не начатые и вот как-то будем наводить порядок потому что ну вот такое вот это еще с греции вот я привозила орегано это мы ездили да они были очень дорогие ездили на остров космы в общем это для картошки микс это базилик сушеный это орегано еще для рыбы есть но в общем у меня с разных стран где мы были вот за последний год до анютка у меня здесь приправы различные поэтому сейчас мы все отсортируем с анюткой и покажем как эта красота вся будет выглядеть что несет отпуска вы не только с отпусками даже до купала так раз в пакетик складывала думаю потом разложу просто помню что мы как-то тоже в украине были просто была командировка да я я вообще люблю приправы ну видно да по количеству вот этих мешков и ящиков сколько у меня приправ поэтому мы сейчас с анюткой займемся сортировкой покажем вам что получилось и будем вместе с вами сегодня наводить порядок на кухне генеральная уборка но что карантин так карантин ну конечно же не обходится без просроченных продуктов у нас да у нас оказалось два просроченных желе два прослой просроченных мороженое травы прованские в общем по датам ну кстати приличная кучка додать и мы рассортировали немного вот по ящикам по нашим во первых первый лоточек это мы просто поставим шкаф это анюткины пудинги блинчики что мы привезли с отпуска значит этот ящик в этом ящике у нас все что связано с выпечкой это цедра корица разрыхлитель ваниль всякие ароматизаторы лимонный ром и дрожжи дрожжи здесь есть и новые вот пачечки и вот у меня есть начатые это в этом ящике этот ящик у нас тоже связан со сладостями но здесь вот есть у нас и мороженое и желатин для пасхи посыпки лимонная кислота желе для тортов у нас разные посыпочки то есть мы рассрать ну как бы этот ящик более будет ходовой правильно дуться чтоб не в перемешку да дальше этот ящик полностью новых приправ разных вот у нас что мы с турции привозили вот это с польши да это турецкий перчик вот еще турецкие потом вот для курочки тоже турецкая всякие лесные грибы к плову ну в общем куча 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 разных специй в этом ящичке я так положила боком потому что пачки большие не помещаются здесь мои красители для выпечки и но очень много разных перцев у меня душистого смеси перцев лавровые листы и я сюда определила кунжут две пачки черного две пачки белого то есть это как бы запасы да ну и такой ящик он как бы выглядит более хаотично но здесь все что мы сейчас используем то что открытая вот лаврушка перцы смеси разных приправ в общем рассортировали мы вот так по моему неплохо да анютка получилось будет все по порядку лежать девчонки но мы с анюткой немножко видите где сидит красопета моя уже полдня здесь сидит вообще мы с анюткой немножко навели порядок в каком плане немножко мы посуду повынимали у нас стеклянные полочки мы все поперемывали правильно анютка скажу честно чуть-чуть поснимала за специи зовут эти ящички и как бы честно не до съемок было хотелось побыстрее кухня у меня очень у нас очень высокие шкафы я с табуреткой все время прыгают чтобы все это перебирать поэтому буду показывать уже результат что получилось кухня у нас не сильно большая ну да 88 чем-то 8 короче по моему чтобы не наврать вот до 8 квадратных метров как мы организовали пространство сейчас более близко буду показывать богиня моя сидит ну девчонки что у меня на кухне вот это у меня холодильник он встроенный ну морозилка холодильник можно холодильник открывать не буду на самом верху вот в этом верхнем ящичке я убрала вот этот гриль который вафли делает как раз вот туда помещается сейчас покажу открою в общем здесь гриль и всякие вот термо кружки ну все такое то что как бы пользуемся в принципе часто но не каждый день девчонки возле холодильника в шкафчик в шкафчиках какая организация на самой верхней полке у нас мы любители чая кофе у нас тут и турецкий в общем полный полная как бы полная полка чая кофе на 2 полочки конфетки детям кофе который завариваем это то что пудинги дамы блинчики чай салфетки ну как бы я хлебницу не люблю нам нравится вот просто на полочке здесь вот сухофрукты финики печеньки хлеб в общем все всякие вкусняшки у нас на этой полочке но здесь специи я уже вам показывала здесь сладкие в основном муж предлагает еще над вытяжкой сделать в этом шкафчик чтобы полноценно использовать девчонки здесь у меня получается на верхней полочке там бокалы такой все здесь чашечки мои вы знаете люблю белую посуду ну а на этой полочке у меня как бы заварники ой сахарнички чай мужа фляги ну в общем специи и специи саша сюда поставил но в общем как то так здесь продолжаются мои ящички со специями до девчонки здесь у меня такой шкаф у нас в квартире находится автономное отопление и вот котел сейчас уберу в этом шкафу нельзя ничего хранить такого что как бы ну какие-то продукты неудобно потому что котел нагревается периодически и я здесь храню просто лоточки мисочки то есть то что не портится вот терка в общем как то так так котел в углу здесь тарелки досточки чашки и на самую верхнюю полку я убрала всякие формочки силиконовый не силиконовый тостер у меня самом верху там с удочки лежат семена чиа ну как то вот я с ними не подружилась в общем стандартной организации кухне наши уже 12 лет даже до 12 лет будет в этом году как мы переехали в эту квартиру сделали ремонт ну вот показываю как я храню все соседний шкафчик ну здесь снизу начнем соль специи сейчас там сзади тоже специи это крахмал сода сахарная пудра ну в общем витамины мука в общем все что угодно можно найти в этом ящике наверху девчонки у меня вот это турецкий чай какао ой кстати наверно в каждом доме есть какая-то емкость с одноразовыми сахарками ну и на последней полке у нас там уксус как бы сода и там находится счетчик газовый ну как бы если есть котел то без счетчика никак так в этом шкафчике все и верхний последний на нижней полочке у меня тарелочки всякие молочник сейчас девчонки как-то свет так вот молочник турецкие стаканчики свечки здесь кофейные мои чашки это святая вода не всегда есть думаю на верхней там мужа пивные бокалы в общем видите все самое необходимое ну переходим на нижние ящики ну здесь классика жанра ложки вилки всякие ножи в общем все что необходимо так в этом ящике у меня всякие половники скалки все для выпечки стандартно мне кажется и в этом ящике миксер крышки мочалки салфетки влажные салфетки господи как она называется ступка да рядом с печкой у меня просто посудомоечная машина вот она сейчас моет об ну мусорник заглядывать не будем здесь у меня находится ну моющая кофеварка чайник вот вы вход на кухню это же здесь два ящика в этом ящичке у меня блендер все атрибутика что для блендера венчики жаровни стеклянные всякие разнообразные пиалки ситечка на все все что душе угодно ну а нижний ярус это стандартно вот у меня но не знаю как у вас мне так удобно это все кастрюли все крышки но чаще сейчас посудомойки он компотик варю поэтому поэтому вот так компотик уже закипает девчонки кухня у меня сейчас будем натирать всю мебель пронто я вам принесла пронто тряпочку каждую неделю я обязательно натираю мебель потому что мебель у меня из натурального дерева как вы заметили и требует постоянного ухода почему любая капля воды любая капля воды видна понимаете любая пылинка на этой темной мебели видно правильно анютка говорю а он еще микроволновку не показала того на нет кины краски аптечка ну классика жанра я просто хотела сказать что как бы мне нравится моя кухня то что она из натурального дерева у меня муж очень любит дерево и нас и двери все что угодно да анютка из натурального дерева да но просто это реально требует очень большого ухода из-за того что мы мебель сделали более темную каждая пылинка каждая капелька видна и приходится вот пронто сейчас будем с анюткой натирать мебель поэтому девчонки как раз карантин и так вот у меня и сидит моя принцесса на печке до сиди сиди но в общем будем будем дальше наводить порядок девчонки то познакомьтесь пожалуйста с художником художника зовут анна анютка рисует нет это знаете картина по номерам но кстати очень неплохо получается уже машина лень как анютка виднеется здесь будет такая гламурная девушка если что шумит эта посудомоечная машина не пугайтесь я чуть-чуть нарисовала да а вот это все остальное вот это все получается я нарисовала шляпу и я закрасила вот это платье ну вообще копеют этот один один квадратик а все остальное нарисовала анюта за вчера вечер и сегодня так что мы думаем что до конца недели картина будет закончена хочу анютка красиво получает они то вообще очень красиво рисует она мне талантливая к еще оригами делает ворона а вот у меня сегодня помните он горел лотерея у меня каждый день а вот милая мелочь номер два вот она я вчера вытянула милая мелочь вот не ворону сделали так анюта я хочу вот это самое яркое сердечко открывай отклеиваем и там написано слеплю значит анютка мне сегодня слепит что-то что я захочу да котенок я придумаю мою художницу до рекорд она мне уже слепила слепит еще что-то